Всем привет, дорогие друзья! С вами ваша Виктория и это парфюмерный канал Vita Can Fly. Я очень рада, что вы сегодня заглянули ко мне в гости. Здесь мы, как правило, разговариваем о парфюмерии. Я решила сегодня выполнить ваш запрос. Расскажу о своих пудровых ароматах в коллекции. Передо мной 10 различных композиций из разных ценовых категорий. Будет и сетевая парфюмерия, и восточная, и люксы в различные композиции. Сразу скажу, здесь все самое-самое любимое. Соответственно, конечно же, про каждый аромат я буду говорить только самые лучшие слова, потому что к этим ароматам тянется рука. Мне хочется их носить как можно чаще. Все эти ароматы дарят мне какой-то особенный, позитивный, хороший такой настрой. Они дарят мне гармонию, вдохновение. Я обожаю эти женственные ароматы. Я вообще люблю данное направление пудровое. Я могу носить круглый год, и зимой, и весной, и осенью, и летом, когда угодно. Конечно же, если я понимаю, что аромат достаточно сильный, я всегда дозированно его наношу, потому что никогда не хочу никого напрягать, задушить или причинить своим ароматам другому человеку какие-то дискомфортные ощущения, потому что я люблю людей, я уважаю людей. Итак, друзья, давайте сразу и начнем. Весь список ароматов, конечно, будет под видео. Я всегда стараюсь писать каждое название. Итак, есть такая тема. Вам интересно? Конечно, присоединяйтесь. И сразу хочу сказать, если у вас есть любимые пудровые ароматы, напишите, пожалуйста, их название в комментариях. С удовольствием почитаю и пообщаюсь с вами на любую тему. Начну сегодня с моего самого любимого пудрового аромата. Это мой must-have, это мой парфюмерный якорь. Очень часто его показываю в разных видео, в подборках. Это Flower by Kinzo, самая классическая версия. Я слушала различные какие-то фланкеры, они тоже очень интересные, но мне нужен самый обычный Flower by Kinzo, потому что это невероятно красивый, цветочный, ванильный, очень теплый, согревающий, даже в какой-то степени сексуальный аромат для меня. Здесь невероятно красивая, нежная, бархатная, очень тихая, при этом такая ладная роза, украшена приятным, цветочно-немножечко медовым боярышником. Боярышник, я уже рассказывала, дает иногда мне какие-то слоноватые нотки в парфюмерии. Нет, здесь такого нет. Далее цветочный блок, где пудровость фиалки, прекрасный, неиндольный, нежно-красивый жасмин, украшен опять же розой. Здесь есть теплые тягучие смолы, здесь есть древесные аккорды, и в базе аромат украшен несладкой, сухой ванилью, теплым ладаном и нежным белым мускусом. Я обожаю этот аромат, это действительно один из самых лучших пудровых ароматов. Причем, я не знаю даже, в каком году он был создан, издан, но он не имеет вообще никаких совершенно ретро-ноток, никаких ретро-настроений. Он прекрасен. Напишите, пожалуйста, как вы относитесь к данному аромату. Я обожаю аромат Афродизия от Брокар из серии Ансепона Тайм. Я вообще считаю, что он лучше из данной серии. Напишите, интересно ли вам посмотреть обзор на данную линейку. По-моему, у меня 4 или 5 ароматов. Итак, Афродизия очень красивый, желто-цветочный, пудровый, теплый, пряный, древесный аромат. Я слышу здесь огромное количество различных желтых цветов. Здесь все крутится вокруг иланг-иланга. Он здесь такой теплый, бархатный, припыленный, медово-цветочный. Все это украшено черной нежной смородинкой, нежными, ладными, небодрыми, неяркими цитрусами. И слышу какое-то здесь еще такое сухотравье, какой-то аромат объемный, аромат теплого весенне-летнего луга, который согрет лучами прекрасного солнышка. Много здесь объемности, много трав, много различных цветов. Все это бархатно-припыленный, конечно, пудрово. Очень красивая композиция. Кто говорит, что сняли, кто говорит, что можно еще приобрести. Я считаю, что аромат очень достойный. Конечно же, я не могу не отключить в подборку. Один из моих самых любимых ароматов. Это чемпион по комплиментам, это чемпион по стойкости, по шлейфовости. Это, конечно, нарцисса пудря. Вот такой потрясающий кирпичик. О, кстати, здесь вот можно рассмотреть даже сколько там у меня осталось. По-моему, данную композицию, к сожалению, тоже сняли. Я вообще не представляю, как можно такие шедевры парфюмерии снимать. Но я уверена, что все, что вы хотите, можно найти, если иметь желание. Итак, это, конечно же, потрясающая, совершенно потрясающая болгарская роза, которая украшена ярким жасмином, другими белыми цветами. Все это очень мощно. Все это очень сексапильно, красиво, женственно. Такой, знаете, аромат с характером. Здесь, конечно же, есть древесные аккорды, потрясающие, красивые пачули, мускус, естественно. Мускус роза у нарцисса Родригес крышесносная. Это просто бренд, который всегда у меня ассоциируется с потрясающим, неперезайденным мускусом. Очень красивый аромат, который ассоциируется у меня с новыми лаковыми туфельками, лодочками, которые только что купили в магазине, в бутике, принесли домой. И обладательница новой обуви восторгается от своей покупки. И вот она примерно так пахнет. И, конечно же, она собирается на какой-то светский раут. И, конечно же, она будет обольщать мужчин. Вот какой-то такой аромат. Такие у меня интересные с ним ассоциации. Потрясающий аромат. Следующий аромат от новой зари Ля Суа. Милая вечером. Вот такой у меня флакончик. Флакончик-кирпичик. Здесь очень красивые, яркие, терпко-кисло-сладкие цитрусы, присыпанные перчиком. Далее включается самый красивый здесь цветочно-сердечный блок. Это розочка милая. Она здесь окружена туберозой. Тубероза здесь мне нравится, что является большой редкостью. И все это припудривает за счет нежной, нежной, красивой сиренево-фиолетовой фиалочки. Красивый аромат. Он женственный, он пудровый, цветочный, немного перченый, цитрусовый аромат. И здесь приятная, очень тоже нежная, воздушная, древесно-мускусная база. Я очень люблю этот аромат. Причем он универсальный. Я им могу пользоваться и в теплое, и в прохладное время года. Аромат, который не так давно пришел в мою коллекцию. Девочки, мальчики, ну вы только посмотрите, как активно я им пользуюсь. Правда, я делилась этим ароматом с моими девочками. Но все равно вы видите, какое активное использование. Это Труссарди Монейм. И я уже ищу аромат по приемлемой, выгодной цене в флаконе большего объема. Это потрясающий пудровый аромат. Один из самых лучших вообще в этой подборке. Я однозначно вам рекомендую к нему присмотреться, если вы любите серий в парфюмерии. Если вы любите именно пудровые, нежные, легкие, женственные, воздушные композиции. Это невероятная красота во флаконе. Здесь пудра воздает и фиалка, и гелиотроп одновременно. Они невероятно гармонично и красиво здесь звучат. Здесь потрясающая сирень, и цветочки такие влажные, и листья сирени. Мне кажется, даже древесины сирени я здесь слышу. Все это обыграно тоже и украшено одновременно другими белыми цветами, присыпанная не сладкой, не кондитерской, теплой, суховатой ванилью и полили амброй. Это красота. Вот действительно бывают, не знаю, бывают такие отношения с ароматами, которые невозможно разорвать, которые вот просто любовь с первого взгляда. И это именно тот самый случай. Следующий аромат – это классический Farway Avon. Должна отметить, что буду говорить свои ассоциации именно с отстоявшейся версией. Этому аромату много лет в моей коллекции. У меня еще вот такое старенькое оформление. Но тоже, вы видите, активно пользуюсь. Очень красивая здесь кисточка. Я считаю, что Avon допустили огромную оплошность, что в новых версиях кисточку убрали. Это неправильное решение было категорически. Просто вот категорическое мое – нет. Это невероятно тоже красивый аромат. И вот здесь я понимаю, что раньше я никак не могла разгадать. Конечно же, здесь есть иланг. Причем такой иланг, залитый кокосовым молоком. И много цветов здесь есть. Это очень тепло. Это мега цветочный аромат. Здесь огромное количество каких-то тропических аккордов есть. Здесь огромное количество всевозможных белых и розовых цветов. Вот просто огромную охапку собрали и представили в сердечных нотах данного аромата. А пудровость дает здесь, скорее всего, именно нежная, мягкая фиалочка. Да, это цветочно-пудровый аромат, на мой взгляд. И в базе древесно-мускусные оттенки. Ну и, конечно же, немножечко ванили тоже добавили. В целом, очень хорошо ношу и рада, что он есть в моей коллекции. Следующий аромат – это «Восточный красавец». Даже коробочку сегодня покажу, хотя обычно я их не храню. Но она такая симпатичная, что хочется ее оставить пока что в коллекции. Это «Анна Абиет» версия пудря. Про классическую «Анна Абиет» я вам рассказывала в пустых флаконах. Она мне в итоге понравилась. Я хочу сказать, что это достаточно простенький аромат. Ничего прям такого какого-то колоссального, суперпудрового, цветочного от него можно не ждать. Но в целом это очень хорошая композиция на каждый день. Там какая-то очень красивая объемная пирамида. Но в целом я его слышу как ретро-пудру. Как вот пудру из маминой косметички. Есть какие-то белые цветы. Возможно, розочка. Конечно же, здесь есть древесно-мускусные оттенки в базе. Но в целом я не могу здесь вычинить какую-то определенную цветочную ноту, к примеру. Просто это очень хорошо. Это не сложно. Это прекрасный выбор на каждый день. Он никого не задушит. Не будет высверливать вам мозг в течение дня. Кстати, даже хорошо держится, я бы сказала. 4-5 часов на моей горячей коже стабильно он держится. Он шлейфовый. Я считаю, что можно к нему присмотреться любителям пудровых направлений в качестве варианта на каждый день. Следующий аромат – это моя, конечно, любовная любовь. Я знаю, что почему-то некоторые парфлюбители с ним не подружились. Я понимаю, почему. Потому что аромат достаточно такой необычный. Он не для всех. Больше, конечно, на холода. Это мой любимый бренд – Лолик Сатин. Такая потрясающая снежинка. Нравится мне очень это. Лаконичное, симпатичное, милое оформление. А пудровый он здесь, конечно, за счет прекрасного, нежного, бархатистого гелиотропа. Украшен он здесь другими белыми цветами. Все это посыпали перчиком. Добавили тягучие, смолистые, тепленькие бобы тонко. Я просто фанат данной ноты. Бобы тонко – это одна из моих самых любимых нот. И, как правило, все ароматы с данным ингредиентом мне нравятся. Конечно, здесь есть очень приятные древесные оттенки, сандаловые оттенки, ванильные и почулиевые. Сухой аромат. Вот я все время про него хочу сказать. Он тихий, спокойный, сухой и прекрасно, идеально гармонирует со своим названием сатин. Это действительно тонкий, нежный, полупрозрачный сатин. Про следующий аромат расскажу кратенько. Это Чарути 1881. Я очень много раз рассказывала свои впечатления об этой прекрасной композиции. Я думаю, что основная часть парфюмерных любителей знакома с Чарути 1881. Вот такое ощущение, что собрали все возможные цветы, которые только есть на этой планете. И роза, и мимоза, нарцисс, ромашка, ирис. Все что угодно собрали в огромный-огромный необъятных размеров и объемов букет. И организовали его, такой оригами сложили и положили вот в этот флакон. Это теплый аромат. Он пряный. Он цветочно-пыльцово-медовый. Очень объемный. Невероятно красивый аромат. Кто-то мне недавно писал, что это возрастной аромат. Я с тем категорически не согласна. Я считаю, что просто нужно, опять же, минимум нанесений. Плюс нужно подобрать температурный режим. А именно, на мой взгляд, нужно носить его в теплое время года. Вот тогда он раскрывается всеми красками, всеми оттенками и всей своей палитрой, которая только в нем есть. Очень красиво. Много разных фланкеров. Если вы с ними знакомы, напишите, пожалуйста, что вы о них думаете. В целом, я его просто обожаю. Следующий аромат я тоже, конечно же, обожаю. Это Шопар Кашмир. У меня тестерный вариант. 100 мл. Друзья, если у вас есть крышечка от этого флакона, и вы готовы мне ее продать, напишите, пожалуйста, в личное сообщение. Я очень хочу, чтобы этот флакон стоял с красивой крышечкой. Потому что я его люблю и часто им пользуюсь. Конечно, это очень яркий, тоже обширный. Цветочный, ванильный, амбровый, древесный, сладко-пудровый. Аромат. Для меня он немножечко даже экзотический за счет какой-то такой сочности на старте, за счет кокосовости. В сердце здесь есть ярко узнаваемый, такой прям вот красивый цветок герани. Если не любите герань, не пугайте. Здесь она очень хорошо и ладно, красиво, правильно, грамотно обыграна. Также слышу шасмин, другие такие сладковатые, припыленные, медовые цветы. Все это засыпали разными прекрасными, пряными, такими красивыми тоже специями. Залили амброй, добавили много мускуса и древесных различных нот. Красивый аромат. Тоже больше нравится мне, скорее всего, больше на теплое время года, хотя он такой достаточно мощный по своему звучанию. Мне нравится, мне нравится его пудровость. Он очень нежный, мягкий, очень теплый, даже не теплый, а такой прям вот горяченький аромат для меня. Ну что, мои дорогие друзья, мы с вами подобрались к логическому завершению данного видео. Я рассказала вам про все мои любимые пудровые ароматы. Если хотите еще подобную подборочку, напишите. Конечно же, я думаю, что еще как минимум две подборки я смогла бы создать. Люблю, люблю это направление, потому что для меня оно универсальное, оно женственное, оно действительно меня вдохновляет. И причем в каждом аромате здесь пудра по-разному обыграна, по-разному звучит. Где-то более тихо, где-то более громко, объемно. Мне очень-очень полюбились пудровые ароматы. Я вас всех целую, обнимаю. Конечно, по традиции я желаю вам прекрасного, хорошего дня, солнечного, радостного, позитивного. И, конечно, хочу пожелать вам крепкого здоровья. Не болейте, пожалуйста. Обнимаю. Пока-пока.